Доброго всем дня, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про вилочки или hairpins по-английски. Что они обозначают, как их расшифровывать? Мы рассмотрим разные точки зрения. Я покажу, что эти позиции совершенно не противоречат друг другу и как я решаю проблему интерпретации этих символов. Идею этого видео подсказал мне пользователь на ютубе в комментариях, за что ему большое спасибо. Видео получилось большое, поэтому для вашего удобства есть разбивка по разделам. Если вам лень или нет времени смотреть целиком все мои логические рассуждения, переходите сразу в конец, там есть ответ. Надеюсь, будет интересно. Поехали. Первое, очень распространенная точка зрения, вилочки как аналог, крещендо и диминуэндо, то есть как синонимы. Это общепринятая трактовка, относительно нее есть определенный консенсус в среде как педагогов, так и музыкантов. И так учат повсеместно не только в России, так же и в Америке, и в Европе, даже в Китае. В общем, можно сказать, что это наиболее распространенная точка зрения. В чем здесь проблема? Проблема в том, что часто в нотах вы можете увидеть и вилочку как символ, и также словесное обозначение крещендо или диминуэндо. Но большинство из нас просто не придает этому большого значения. Однако есть те, кто задумываются, какой же смысл указывать динамику одновременно и словом и вилкой. Размышления на эту тему приводят нас к тому, что вилочками обозначают незначительные кратковременные изменения в динамике, в то время как слова указывают на изменение динамики в более длительном или глобальном плане. Это вторая точка зрения, тоже весьма распространенная. Очень много педагогов об этом говорят, что вилочки это вот в такте или в одной фразе, в то время как словами крещендо или диминуэндо указываются большие отрезки движения к кульминации или наоборот отхода от нее. Но и эта точка зрения не всех удовлетворяет. В ходе рассуждений и исследований они приходят к мысли, что, вероятно, вилочки указывают на что-то другое. Один из них, Сеймур Берштайн, видит вилочки как указание на агогику. Это интересная точка зрения, которую я раньше никогда не встречал. Я посмотрел внимательно его видео и у меня сразу возникло много вопросов. Так, в своем видео он говорит, что в классическую эпоху вилочками обозначались крещендо и диминуэндо. Конкретно крещендо и диминуэндо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 Которая говорит, что Брамс использовал вилочки тогда, когда хотел указать на выражение большой искренности и теплоты. И что это применялось не только к тону звука, но и к ритму. И в принципе в этом утверждении, на мой взгляд, нет ничего странного или противоречивого. Насчет выражения искренности и теплоты, если мы так будем применяться к каждой вилочке, ну может быть. Но то, что это относится и к тону звука, и к ритму, это несомненно. Как объясняет маэстро Мерштайн, вилочки у Брамса на самом деле обозначают рубату. Далее он приводит цитату сестры Феликса Мендельсона Фанни Мендельсон, в которой говорится, что вилочки указывают на очелеранда и ретарданда, что исполнитель должен подходить к темпу гибко, в виде рубата, то есть исполнять ритмические группы не буквально, но упруго, то как бы подающиеся вперед, то наоборот сдерживающиеся. Традиционно используемые для управления динамикой, вилочки вместо этого обозначают постоянно меняющиеся ощущения ритмичного нагнетания и умиротворения. При желании вы можете перевести эти цитаты самостоятельно, если вам кажется, что мой перевод не очень точный. В чем здесь проблема, на мой взгляд, как мне кажется, и почему нельзя слепо верить этим указаниям? Понятые буквально указания очелеранда и ретарданда в виде вилочек, так же как и крещендо и юнионэндо, особенно у не очень музыкальных исполнителей, приводит к надуванию пузырей. Я так это называю, надувание пузырей, когда музыка движется однообразными волнами, монотонной, без всякой логики развития. То есть она просто накатывается, отходит, накатывается, отходит. Я встречал в своей практике такое очень часто. Далее. Если значение вилочек отличается в классическую и в романтическую эпохи, как нам интерпретировать вилочки, например, в музыке Шуберта или в поздних сонатах Бетховена, которые общепризнанно находятся на стыке, на границе двух эпох, и нельзя их конкретно отнести куда-то или в классику, или уже в романтизм. И вот я взял просто наугад томик-сонат Моцарта, просмотрел, я не увидел ни одной вилки. Как тогда быть с музыкой в постромантической эпохе? Если у нас в романтическую эпоху трактуется как указание на рубату, как тогда понимался в постромантическую эпоху? Об этом он не говорит. Как тогда быть с музыкой в постромантической эпохе? Бывают такие случаи, вот как, например, в этом этюде Шопена. Вы видите, что знаки диминуэнда идут один за другим, вилочки на диминуэнда идут одна за другой, одна за другой. Как в этом случае делать, если нет ни одной вилочки, указывающей на крещендо? Теперь я вам расскажу, как я к этому подхожу. Лично для меня проблема вилочек перестала существовать очень давно. Когда я принял концепцию, о которой собираюсь вам рассказать. Она не противоречит ни одной из вышесказанных точек зрения, но напротив примеряет их и дает нам в руки ключ к интерпретации этих значков в музыке любого композитора, любой эпохи и любого жанра. Это не мое изобретение, естественно. Но я считаю, что эта концепция очень хорошая. И наверняка вы тоже с ней сталкивались, встречались и думаете, что он нам тут рассказывает уже полчаса про вилочки. Всем давно известно, что это так. Однако, если бы не возникло такого запроса, вряд ли бы я записал это видео. Но сначала лирическое отступление. Мне понадобится аналогия с нашим языком, с речью. Для примера возьмем простую фразу. Я играю на рояле. Сказав просто, я играю на рояле, мы делаем простое утверждение. Как если бы мы отвечали на вопрос, чем ты занимаешься в свободное время? Я играю на рояле. Однако, это не все возможные смыслы, которые мы можем донести той же самой фразе. Например, первое. Если мама, ваша мама, моя мама, чья угодно, кто-нибудь зайдет в комнату и скажет, спросит, «О, а я думал, кто это тут играет на рояле?» Мы ответим, «Я играю на рояле». То есть, мы подчеркиваем, что это именно я, а не кто-то другой. На ее замечание, «Что ты так бренчишь?» Мы ответим, «Я не бренчу, я играю на рояле». Та же самая фраза, «Я играю на рояле». Третий вариант. Если контекст, например, такой. Мама говорит, «Я слышу, ты опять играешь в свои машинки?» «Где ты там ими играешь?» Ответ, «Я играю на рояле». То есть, я указываю, что не под роялем, не рядом с роялем, а я прямо на рояле, на рояле играю своими машинками. Ну и последний вариант. Это история из моей жизни, реальная. Давным-давно я проходил комиссию в военкомате. И на вопрос военкома, чем я занимаюсь, я ответил прямо как выше. По первому варианту. Просто «Я играю на рояле». После недолгого раздумья, пожевав скулами и приподняв бровь, он спросил, «А на саксофоне можешь?» Тут уже я приподнял лобби брови и ответил как можно отчетливее. «Я играю на рояле». То есть, что я хочу вам показать. Один и тот же набор слов, используя один и тот же набор слов, мы можем передавать совершенно разные смыслы за счет переноса смыслового центра внутри фразы. Выражая это за счет интенсификации или акцента на нужном нам слове. «Я играю на рояле». «Я играю на рояле». «Я играю на рояле». «Я играю на рояле». Я думаю, это понятно. Однако, музыка, как я часто объясняю своим студентам, это искусство звука во времени. Иными словами, основным материалом для музыки служат звук и время. И только они. Больше тут ничего нет. Конечно, можно закатывать глаза, строить рожи, изображая, какую эмоцию вы бы хотели донести до слушателя, мотать корпусом, руками, расслаблять кисти, до пола рисовать дуги, прочие фигуры, делать вибраторы на дне клавиши или скользить по ней. Люди делают разные вещи. Но все это не имеет никакого значения. Повторю, никакого. Если не оказывать влияние на результат в звуке. То есть на то, что мы слышим. Возможно, как-нибудь я подробнее остановлюсь на этом в другом видео. Давайте добавим временную компоненту и посмотрим, как происходит интенсификация центра фразы и как ведут себя остальные слова относительно центра. Для этого можно было бы положить слова на музыку, но это не обязательно. Достаточно просто произнести медленно, медленнее, чем обычно, чтобы понять кое-что очень важное, без чего невозможно музыка. Как у нас был первый вариант? Я играю на рояле. У нас ударение на слово «я». То есть мы звуком выделяем «я играю на рояле». Но добавляя временную компоненту «я играю на рояле», мы начинаем сразу с кульминации. И смысловой центр, кроме динамического, то есть звукового акцента, получает еще как бы дополнительную временную протяженность. А остальные слова после него идут как бы по инерции, на спад. «Я играю на рояле». Второй вариант с акцентом на втором слове. «Я играю на рояле». «Я играю на рояле». Мы также, как и в первом варианте, центр нашей фразы, он акцентированный и протяженный, более протяженный, оставшиеся слова также идут на спад. Но первое слово как бы притягивается, оно стремится к этому центру. Но пока это тяготение не очень заметно. Переходим к третьему варианту. «Я играю на рояле». «Я играю на рояле». Заметили? Напряженность тяготения первых двух слов стала ощутимее. И последний, четвертый вариант. «Я играю на рояле». Вот здесь надо приложить уже достаточные усилия для того, чтобы сохранить это необходимое тяготение, дабы привести всю фразу к ее центру или к кульминации на последнем слове. И чем длиннее ваша фраза, тем больше накапливается напряжение этого тяготения по мере ее приближения к центру. Я думаю, вам это понятно. Или, например, такая фраза. «Почти всю свою жизнь я играю на рояле вот уже почти 40 лет». Заметили, как постепенно возрастает напряжение и какие нужно приложить усилия для того, чтобы это напряжение сохранять и увеличивать по мере подхода к центру фазы. Как это все реализуется в музыке? Абсолютно точно так же. В музыке, как я уже говорил ранее, есть только звуки, которые расположены во времени и между которыми должны присутствовать тяготения для того, чтобы выражать тот или иной смысл. Без тяготений, без этого рода тяготений музыка утрачивает смысл, независимо от того, в каком темпе играют, насколько виртуозно и так далее. И в этом сложность исполнения музыки в медленных темпах. Я помню, у нас в консерватории один на одном из экзаменов надо было обязательно сыграть медленную часть соната Ветховена. Это как раз об этом. Проверка вашей музыкальности и умение именно музыкально мыслить. Насколько вы музыкальны, насколько вы понимаете, что вы делаете. Потому что в медленном темпе нужно прилагать гораздо больше усилий для того, чтобы сформировать, оформить музыкальную фразу, музыкальную мысль. Как я всегда говорю студентам, самое главное в музыке – между нот. Не только в переносном смысле, что надо читать между строк и пытаться проникнуть в замысел композитора, но буквально между нот. В том, какие взаимодействия происходят между двумя соседними нотами. Во фразе целиком, между фразами и даже между целыми разделами. Это прям как взаимодействие внутри ядра, внутри атома и даже внутри самого ядра между элементарными частицами. И вот от того, как исполнитель владеет искусством, выстраивает эти напряжения и разрешения, и зависит в конечном итоге как сила воздействия произведений на слушателя, так и наша оценка относительно уровня этого исполнителя. В конце концов, все воспроизводят один и тот же нотный текст. Мы все читаем одни и те же ноты. Но никогда одно исполнение не будет похоже на другое, потому что решения принимаются индивидуально и их реализация всегда уникальна. Мы все смотрим один и тот же текст. Но мы по-разному интерпретируем, в смысле расшифровываем или делаем дизайн каждой фразы, управляем этими разрешениями, дыханиями, напряжениями и так далее. Хорошо. Теперь вернемся к вилочкам. Если вы уже догадались, вы большие молодцы. Для меня, так же как и для многих из вас, и из нас, из музыкантов, вилочки – это указание на центр тяготения во фразе. То есть это знак фразировки. С их помощью композитор дает нам понять, какой именно момент во фразе он сочетает центральным, главным, куда конкретно и как движется фраза. И в принципе, с этой же целью многие педагоги, я уверен, что большинство педагогов рисуют в нотах ученикам эти вилочки. Чтобы указать, куда надо двигать музыку. Потому что, как правило, ученики, особенно начинающие, играют весьма статично, метрично. И для того, чтобы хоть как-то сподвигнуть ученика на музыкальное волеизъявление, скажем так, педагоги рисуют вилочки. Но основная проблема здесь лежит в том, что создание вот этих вот напряжения и тяготений требует внутреннего личностного усилия. Если вы попробуете сделать фразу по четвертому варианту с ударением на самом последнем слове в достаточно медленном темпе, вы заметите, что вам приходится постоянно поддерживать это напряжение по мере продвижения к намеченной вами в кульминационной точке. И именно вот это усилие очень трудно дается начинающим ученикам, да и не только начинающим. Посредственным ученикам, у которых недостаточно музыкальности, недостаточно ощущения музыки, это дается с трудом. Но, кстати, замечу в скобках, что часто очень талантливые ученики стесняются такого рода самовыражения, потому что это именно личностное внутреннее какое-то желание и стремление выразить. А в подростковом возрасте, в детском возрасте часто дети и студенты испытывают своего рода стеснение. Они зажимаются не потому, что они не могут сыграть, а потому, что они боятся выразить, они боятся открыть свое сердце. Они боятся сделать это искренне. По разным причинам. Кто-то боится осуждения, кто-то просто боится, что не получится. Поэтому и педагогам надо это иметь в виду тоже. Еще не устали? Можно поставить на паузу, передохнуть, нажать на лайк. Если у вас есть вопросы, написать мне комментарий. Я постараюсь ответить на все. В конце видео я расскажу, как можно будет со мной связаться, если у вас есть конкретный вопрос, который мы можем с вами обсудить. Теперь нам осталось поговорить только о том, какие бывают типы фраз и зачем возникла необходимость в этих самых вилочках. Поскольку каждая фраза представляет собой своего рода волновую структуру, имеет форму волны, логическими рассуждениями у нас есть всего три возможных варианта, где находится кульминация и как движется фраза. Первый – это когда фраза начинается с кульминации сразу и постепенно идет на спад. Второй вариант фразы. Фраза начинается, идет к кульминации, доходит до нее и спадает. Кульминация находится где-то в середине. Она может быть ближе к началу или ближе к концу, но в любом случае она находится в середине фразы. Есть к ней подход и есть от нее, есть спад с нее. Это в большинстве случаев именно такие фразы встречаются в музыке. Еще один последний, третий тип – это когда фраза долго идет-идет и кульминация совпадает с ее окончанием. Для чего нужны вилочки? Для чего они понадобились? В романтической музыке композитор с помощью этих вилочек записывает очень точное представление, свои собственные представления и намерения относительно того, как он хочет, чтобы эта музыка была спроецирована на слушателе. То есть в каком конкретном месте он хочет видеть кульминацию этой фразы. И часто это противоречит и движению гармонии, и ритмической структуре, например, такта или мелодии. То есть она не ставится туда, где это было бы интуитивно понятно. Когда композитор хочет указать, что, пожалуйста, сдвинь центр тяготения вот конкретно в эту точку, он и прибегает к вилочкам. Как же эта концепция фразировки примеряет все остальные точки зрения? Крещенда и Менуэнда, как мы помним, и вторая относительно Лубата, Ачелеранда и Литарданда. На мой взгляд, очень просто. Поскольку в музыке у нас, кроме звука и времени, больше ничего нет, музыка – это искусство звука во времени. То и средства нашей выразительности ограничены исключительно этими двумя факторами. Все, что мы можем делать с музыкой, это влиять на звук и влиять на время музыкальное. Соответственно, все наши агогические, смысловые, позировочные изменения, они только через это выражаются. Небольшими изменениями динамики и небольшими изменениями времени. Агогическими изменениями. Давайте посмотрим несколько примеров. У меня здесь прелюдия Рахманова. Фокус 23. И вот возьмем самую первую прелюдию Фа-де-с-минод. Мы возьмем для сравнения такты второй и тринадцатый и четырнадцатый. Там, где следующий раздел начинается. Посмотрите. Всего три ноты. Начинается второй доль. Вилочка на уход. Почему так? Потому что, как мне кажется, Рахманов старается избежать того, чтобы мы вели фразу к первой ноте. Если бы не было его указаний, можно было бы сыграть так. Что тоже вполне логично и красиво. Однако он хочет прямо противоположное. Он хочет смыслового акцента на синкопе, на второй долье, и потом ухода от плюминации. То есть это первый тип фразы, который начинается сразу с плюминации и идет на стад. Обратите внимание, в первом такте первая вилочка идет на крещенок условно, и потом остальные на уход на длине. А не от первой доли на премьер. Для сравнения возьмем ля-мажорный раздел. При модуляции ля-мажор у нас добавляется второй голос. Возникает вопрос ответной структуры, когда сопрано продолжает главную тему, при этом у нас есть ответ в нижнем регистре. Что делает Рахмайнов? Как он нам пишет? В ответе он выписывает вилку на крещенок. Он это ясно дает понять, что ответ отличается от верхнего голоса, от того, что мы слышали в начале. И такого рода диалог противопоставления продолжается дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Ай, как это сложно записывать видео. Посмотрим дальше. Почему так написано? На мой взгляд, композитор указывает свои намерения, когда старается чего-то избежать. Что пытается избежать Рахмайнов здесь? Очевидно, что сильно долей. Если мы сыграем просто по аккордным долям, это будет не настолько интересно, как то, что предлагает он. Он буквально выписывает на интонационную структуру фразу. однако в репризе у нас есть изменения даже здесь. И вся музыка расцветает от этого. Посмотрим следующий пример. Прелюдия номер 3. Еще один пример фразы, начинающейся сразу с кульминации. Опять же, можно, если бы не было авторских указаний, можно было бы сыграть по-другому, ведя всю фразу к сильной доле следующего такта. Согласитесь, в этом тоже есть резон, и это не настолько противно слушаться. Можно и так, и так. Но автор нам конкретно предлагает именно первый вариант. Посмотрим дальше. Третий, четвертый такт. Несмотря на то, что в аккомпанементе у нас синкопы на первой доле, центр фразы мелодической, верхним голосом, продлевается до следующей доли, между второй и третьей долями. а не на синкопирование. Я думаю, это слышно. В следующем такте, четвертом, посмотрите. Я думаю, здесь все понятно и в левой руке, и потом в завершении в кадансе. Мы ведем сюда к третьей доле, а не ко второй по правой руке. давайте посмотрим еще примеры. Хороший пример есть в приюде номер 6 на демон-нажер. Что нам пишет композитор? Первые две фразы идут в сильной доле. В отличие от того, как, например, можно было синтерпретировать под первые ноты. Наверное, слышно и чувствуется, что при таком роде фразировки от кульминации до конца вся фраза теряет энергию, теряет движение и не слушается красиво и логично. В отличие от вариантов предложенного композитора. Вторая фраза идет сюда к диссонансу, а не к синкопе. Очень часто музыка идет к синкопам, к важным точкам с точки зрения ритма, с точки зрения гармонических последовательностей. Но не в этом случае. Здесь ему именно важно это место. В следующий фразе он не пишет ничего, поэтому мы делаем так, как нам кажется более логичным, красивым и приятным. Я думаю, что для меня вот этот ход изменения здесь представляются самыми красивыми. Однако есть и другие варианты решения. Это как бы уже на откуп интерпретатора. Пожалуйста. Опять же, в зависимости от ситуации вы можете в одном исполнении поставить акцент сюда, во втором по более, так сказать, вашего замысла поместить в другое место. Я думаю, что ничего страшного не будет. Возможно, даже такой вариант, когда он показывает гармонический маршер здесь. Дальше все примерно то же самое. вот этот момент, когда мы попадаем в соль минор. Та же самая структура мелодическая в начале, но в кульминации есть интересный момент. Я показал слишком утрированно, конечно, не должно быть так. Надо немножко плавнее. Я попробую еще раз. Что мы здесь видим? Первая фраза сюда. Следующая. Никаких вилок нету, но стоит слово крещендо. Мы подразумеваем, что по аналогии с предыдущим мы тоже можем сделать к этому месту. Однако, синкопа здесь смена гармонии. И намерение композитора ясно нам указывает, что эта синкопа здесь и является кульминацией в данном моменте. почему так, почему не иначе. В принципе, можно было бы привести и к разрешению доминанта в тонику. Можно было бы двинуть музыку в это место. Вполне возможно такой вариант. Однако композитор нам показывает четко, где он хочет видеть смысловой центр этой фразы. Посмотрим дальше. опять же кульминация в моменте сопоставления двух мелодических. здесь кульминация мне кажется очень интересный момент. Я хочу вам его рассказать. что мы видим здесь? Длинная большая вилка. И еще одна дополнительная, точно показывающая направление кульминации здесь. В отличие от двух других вариантов. Каких? Мы могли бы привести музыку сюда и потом сделать уход. Либо мы могли бы привести к этому моменту. Я сыграю вам оба этих варианта. при такой более ранней кульминации у нас не остается энергии на то, чтобы спокойно доиграть до конца фразы. То есть мы спускаем весь запас раньше, чем необходимо. Попробуем следующий вариант. при таком расположении кульминации возникают весьма существенные трудности нагнетания этого напряжения и тяготения до точки кульминации. Потому что два полных такта это тяжело. мне кажется идеальный вариант именно тот, который я предложил. Хорошо. Едем дальше. сразу смотрим первые мотивы. по вилочкам понятно куда что идет. Я думаю, что никто бы здесь не начинал с акцента. Потому что на слабую долю аналогично. И никто не будет вести фразу прямо к последней ноте. Потому что она опять же упирается в пауру. То есть здесь вполне нормально. Интересный момент наступает дальше. Рахмайна к нам указывает пожалуйста приведи кульминацию сюда во второй доле этого такта. Какие еще возможны были варианты здесь? Мы могли сделать так. Что не очень красиво. Мы могли бы привести к разрешению для бимон минор в тонику. Следующая фраза точно такая же позировка. фраза первая. Фраза вторая. Посмотрите. В первой фразе у нас есть вилочки. Во второй фразе там где опять а темпо эмпок крещендо вилочек нету или они поставлены по-другому. Что хочет композитор от нас? он хочет чтобы мы не упирались в сильную долю следующего такта. что посмотрим продолжение этой темы. здесь филочек нету и мы больны сделать сюда привести эту ноту почему нет? Но если мы начнем с самого начала и будем делать так каждый раз раз не думаете ли вы что это несколько монотонно? на мой взгляд очень поэтому в первом варианте мы делаем четвертую долю и четвертую долю однако при повторе я сыграю опять сначала чтобы вы услышали разницу Заметили? За вторым разом мы приводим к сильной доле, но мы не можем остановиться на ней. Почему? Потому что ми-фа у нас композитор просит нас, пожалуйста, иди дальше. Куда мы конкретно идем? Мы идем не к фа и не к ми-ре, мы идем к ноте, помеченную ты нутра. Именно там находится смысловой акцент, и после нее у нас вилочка на завершение фразы. И для того, чтобы это сделать, естественно, мы должны добавить немножко динамики и обязательно расширить время. Хорошо, что здесь оркестр уже закончился, он нам не будет мешать, но вполне это можем сделать. Иначе что? Либо мы ударимся в сильную долю, что некрасиво, либо мы вынуждены будем сместить акцент к синкопе, что не является верным прочтением авторского текста. Я надеюсь, вы понимаете. Преста Кунфуока 46. Смотрите, вилочка на уход. Можно думать так, что это относится только к правой руке, но обычно, когда шапану нужно указать фразировку для левой, он это делает, выписывая вилочку специально к левой руке, как мы видим в тактах 52-53. Что здесь такое? Мы начинаем с пульминации, скатываемся вниз. Левая рука тоже. А не в до. То есть у нас правая и слева здесь в содружестве. Однако, в такте 59А, это 60-61, посмотрите. Тот же самый мотив в левой руке, но шапан его хочет видеть, слышать, вернее. По-другому. В отличие от привычного дуна. Ну и, наверное, последний момент, который я вам хочу показать. Это тоже из привычного аркмайна, но это вторая привычная. Селевый мажор. С дидочками. Он конкретно нам показывает, что коммунинация помещается на помещенные воды с артаку. Не на синькопу. Не на синькопу. Не на синькопу. Не на синькопу. А именно... И так он делает постоянно. Как это звучит все вместе. Музыка. 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 Вот на этой мажорной ноте я закончу это видео. Понятно, что это не все примеры. Вы сами сможете с легкостью найти. Если у вас остались какие-то вопросы или у вас есть интересные примеры, пожалуйста, пишите в комментариях. Вот здесь мой личный телеграм-канал для связи со мной. Если у вас есть какие-то пожелания, если у вас есть конкретные вопросы, пожалуйста, всегда можете со мной связаться. Я найду время вам ответить. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова